Как мы ранее договаривались с вами, сегодня мы обсудим вопрос перевалки белорусских внешнеторговых грузов. Ну, естественно, в первую очередь, большие объемы калийных минеральных удобрений. В настоящий момент слабым звеном цепочки поставок является портовая инфраструктура и ее доступность. Должен сказать, что сейчас, опять же, по формуле «не было бы счастья, да несчастье помогло», выпал хороший шанс создать собственную портовую инфраструктуру, о чем мы, в общем-то, давно мечтали. Российская Федерация открыла для нас двери на всех уровнях. Ну, по крайней мере, со стороны президента России, с которым я вел переговоры по этим вопросам, препятствий никаких нет, исключительная поддержка. Так ли это на вашем уровне, я хотел бы сегодня услышать. Правительство должно было просчитать все возможные варианты. И сегодня мы должны определиться, какое направление для нас более удобное и выгодное по логистике. Построить нужно порт быстро и с минимальными затратами. Поэтому прошу четко и по существу проработанные варианты. По каждому из них стоимость строки строительства и окупаемость. Возможные риски. Ну и уже по результатам обсуждения примем соответствующее решение. Скажу конкретнее. У нас нет времени ждать, пока построится та или иная инфраструктура в каком-то порту. Речь идет сегодня прежде всего о северо-западном регионе Российской Федерации. Президент России лично показал мне все порты Питера и вокруг него. Но он знает досконально это. И предложил выбирайте любое направление. Но я ему сказал нам уже сегодня нужно грузить любую точку и начинайте грузить. Поэтому я так образно часто говорю, что пока будем строить мешками будем грузить. Ну естественно 12 миллионов тонн и больше мешками не загрузишь. Но тем не менее это говорит о том, что мы уже сегодня должны буквально на каждом квадратном свободном метре российских портов грузить свои товары. Правда это уже начали делать и белорусская калийная компания и другие грузоотправители. Но надо ускоряться. Поэтому давайте обсудим вопрос перспективный и текущий. Как будем работать. Со стороны государства Романа Александровича должна быть полная поддержка. Такую же поддержку я получил и от президента России. Скажите, что надо для того, чтобы более оперативно строить. И сегодня в имеющихся портах, вы знаете, где есть свободные мощности, грузить наши грузы. Я забыл предупредить вас. Вроде мы там что-то в Литве, Латвии покупали какие-то акции. То есть какая-то собственность у нас там есть. В Калиново терминале? 30% терминалов. 30%. Это говорит о том, что мало того, что эти санкции незаконно увели, так и что и фактически забрали вашу собственность. Отжали. Да. Поэтому это не должно безнаказанно пройти. Продумайте и мне доложите, какие меры мы можем и примем в ближайшее время и среднесрочной перспективе. Отбирать, отжимать собственность никому не позволено. Мало того, что там наши санатории, где мы лечили чернобыльцев, как ты говоришь, отжали, так и здесь же, это же немалые деньги. Поэтому меры должны быть приняты. Как сегодня-завтра, так и послезавтра. Есть. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.